В округе продолжается осенний призыв вооружённой силы Российской Федерации. Где будет проходить службу очередная группа призывников и с каким настроением они отправились в армию, расскажем в сюжете. Настрой есть? Да, точно! Молодцы! 35 парней из Люберец, Лыткарина, Держинского и Котельников к службе готовы. Боевой дух и хорошее настроение у каждого призывника. Артём Власов, когда получил повестку, военкомат пошёл не раздумывая. Служить хотел. Расситовал президентский полк, но среди определенных обстоятельств не получилось этого сделать. Случайность я хочу поближе дома. Родине долг в любом случае нужно отдавать, поэтому я думаю, всё будет у нас хорошо. Служить призывники в основном будут в Москве и Подмосковье, а некоторые отправятся в Калининград, проходить службу в военно-морском флоте. Будут они служить недалеко. В течение года они сейчас получат первоначальные знания в области обороны. Никто никуда отправляться не будет, естественно, в какие-то там горячие точки, как я сказал президент, министр. Год пролетит быстро. Получат они соответствующую физическую закалку, получат военно-учётную специальность. После военкомата ребята отправятся в распределительный пункт, где им назовут места будущей службы. По прибытии их ждёт курс молодого бойца, который длится один месяц, а после – присяга. Кто-то из вас потом выберет путь военного, кто-то вернётся на гражданскую службу, работу. Но я желаю вам всем набраться опыта, прислушиваться к своим товарищам-старшим по званию и, конечно же, вернуться в родной город. Мы вас все здесь будем ждать. В 2022 году призывная кампания началась 1 ноября, а закончится 31 декабря. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова